Выполняю за YouTube его функцию уведомления вас о выходе нового видео. Все-таки книги, которые способны вас вдохновить несколько, иначе посмотреть на приближающийся год. Итак, поехали. Книг у меня много, и самая первая из них, пожалуй, самая нестандартная. Это списки на заметку. Книга, которая меня впечатлила. Буквально каждой своей страницей она вдохновляет на то, чтобы сесть, открыть свой блокнот, ежедневник, и там составить какой-нибудь список. Возможно, список планов на будущий год, список тех стран, которые вы хотите посетить в будущем. Список подарков, в конце концов, которые вам необходимо купить и подарить своим близким. Список подарков себе, самому, любимому. И знаете, что самое важное в этой книге? Что все эти списки, они, естественно, написаны теми людьми, которые имеют влияние в обществе. Тут есть и список Лавкрафта. Есть список Жоржа Перека, который записывал в течение года, что он употребляет из напитков и из пищи. Есть список Томаса Харна, есть список Ганди. И все эти списки, они, конечно, уникальные. Уникальные они еще и потому, что когда Шон Ашер, это составитель этой работы, грандиозной, толстой работы, когда он занимался поиском информации для других своих книг, это письма на заметку и речи на заметку, то он понял, что все люди, чьи архивы он просматривал, все равно составляли списки. Наверное, систематизировать происходящее – это одна из главных черт человека, то, что отличает нас от животных и от новогодних рождественских эльфов и оленей в том числе. Поэтому все списки, которые он находил, в итоге составили отдельный большой том, который и издали в этом году. Вот буквально, можно сказать, неделю назад эта книга вышла. Сейчас, пока у меня она есть, потому что я купила ее на ярмарке Non-Fiction, вы же можете оформить предзаказ, например, на сайте интернет-магазина Лабиринт. Книга там сейчас продается с 40% скидкой, но сразу скажу, если вдруг у вас ваша накопительная скидка не максимальная и ваша скидка отличается от моей, помните, что вы всегда все равно можете получить свою выгоду, а именно с помощью Cash for Brands. Cash for Brands – это кэшбэк-сервис, который позволит вам вывести любую сумму из вашего аккаунта, и к тому же, перейдя по ссылке в описании, вот именно по моей ссылке, вы можете увеличить свой кэшбэк на 40% в течение двух недель. Соответственно, простая математика, можно самостоятельно подсчитать, сколько с покупки того или иного издания, того или иного подарка вы можете получить обратно в свой семейный бюджет. Еще не могу не отметить, что да, в прошлом, позапрошлом, наверное, видео мы с Cash for Brands устраивали розыгрыш, мы разыгрывали три сертификата в интернет-магазин «Лабиринт», итоги были подведены в моем инстаграме, ну а сейчас, опять-таки, вы найдете в описании ссылку на конкурс самих Cash for Brands, которые они устраивают с массой других спонсоров, и в том числе и с «Лабиринтом». Вы можете получить шанс выиграть один из двух сотен подарков к Новому году, порадовать себя либо тем же самым сертификатом, либо даже новеньким ноутбуком или телефоном. Обязательно переходите по ссылке в описании, по ссылкам даже в описании, регистрируйтесь на Cash for Brands. Сервис безумно удобен, в конце концов. Мы сейчас живем в 21 веке, когда интернет-покупки — это, наверное, самые большие сегменты наших трат, и мне кажется, нужно использовать по максимуму возможностей, чтобы как можно больше книг купить самому себе после того, как вы закупитесь подарками на Новый год. Так что обязательно используйте. Мне вообще ни разу не зазорно рекомендовать вам такой сервис, уж тем более, который позволит вам приобрести в свою личную библиотеку такую книгу, которая вдохновит вас на составление списков, которая 100% вам будет интересна. Я вот прям зуб даю, что вы найдете здесь тот список, который вдохновит именно вас, быть может, тоже записывать в течение года всю ту еду, которую вы потребляете, и таким образом считать калории постфактум. В общем, потрясающе. А, еще здесь есть, кстати, список Мерлин Монро, который мне тоже очень понравился, который она составила как раз перед Новым годом. В этом списке она как бы сама для себя решает, что ей нужно делать, чтобы стать еще более востребованной актрисой, что ей нужно делать, чтобы расти над своими собственными данными, чтобы становиться еще лучше и лучше. И еще один забавный факт. Здесь есть целых два списка. Один из них составил Бенджамин Франклин, второй список составил Эдмунд Уилсон, который недолгое время был другом Владимира Владимировича Набокова. И оба этих списка, они призваны обрисовать все синонимы, которые описывают состояние алкогольного опьянения. Так что, 100% говорю, вы найдете здесь тот список, который будет вам интересен. Так что переходите по ссылке, регистрируйтесь в Cash for Brands, используйте этот сервис. Вы наверняка уже знаете, что у них есть удобное расширение для браузера, которое сразу будет вам маяковать о том, что в этом магазине вы можете получить кэшбэк. Есть удобное приложение, которое я, например, использую чаще, чем браузерные версии магазинов. Так что используйте и покупайте хорошие книги с выгодой. Еще одна книжка, которая поможет создать вам новогоднее настроение, это «Рождественские рассказы». Небольшой сборник, который вышел совсем недавно у издательства Качели, очень такой красивый, весь переливается в этом сборнике классика. Здесь Куприн, здесь Чехов, здесь Грин, если я ничего не путаю. Здесь О'Генри, да, конечно же, я путаю. Дары Волхлов, то есть та нестареющая классика, которая действительно вас как-то настраивает на более симпатичный, можно сказать, лад, на более доброе отношение ко всему вокруг. Так что тоже обратите свое внимание на рождественские рассказы. Небольшой сборник, который не стоит больших денег, и 100% вас может как-то тоже взбодрить и немножко оновогодить ваше состояние. Ну и так как в этом году я объявила бойкот Гарри Поттеру, но без сказок никуда, Алиса в стране чудес. Тоже эту книгу планирую перечитать под Новый год, в конце концов это займет мне всего один вечер, и конкретно это издание я хочу сразу вам подчеркнуть. Видите, Алиса здесь, наконец-таки, брюнетка. Алису чаще всего почему-то изображают иллюстраторы как блондинку, видимо, подчеркивая таким образом ее наивность, что ли. Мне кажется, вообще это абсолютная дичь. И именно поэтому мне очень нравится, что Алису стали изображать еще и как брюнетку. Это несколько освежает образ такого уже классического персонажа. Алиса в стране чудес, я не знаю вообще, нуждается ли в представлении, потому что эта книга давным-давно стала классикой, как для взрослых, так и для детей. И к тому же конкретно это издание, ну, не знаю, мне очень нравится. Мне очень нравятся иллюстрации в этом издании, и какими бы взрослыми мы не были, все равно иногда хочется посмотреть и картинки в книгах в том числе. Еще говоря о сказках и о Новом Годе и Рождестве, конечно же, скандинавский фольклор. Я не могла его не упомянуть в таком видео. Данное издание среди эльфов и троллей. Чем оно отлично? Оно отлично тем, что помимо собранных очень милых сказок, которые здесь есть, это иллюстрации Йона Бауэра. Это, пожалуй, самый знаменитый действительно шведский иллюстратор, портретист его можно называть, его так и называют портретистом героев скандинавского фольклора. И его иллюстрации вы 100% могли видеть в интернете, даже если никогда не задумывались о том, что есть целая книга, которая собрала в себе все норвежские скандинавские сказки. Не могу еще не подчеркнуть, что конкретно это издание, оно несколько так стилизовано под старину, и именно поэтому эту книгу я очень люблю перечитывать, как раз когда уже выпадает снег, когда становится холодно, когда хочется сделать себе какой-нибудь пряный чай и добавить антуража своему Хюге. Кстати, да, в этом ролике не будет ни одной книжки, которая связана с Хюге. Мне кажется, что мода на такие издания уже прошла, мне кажется, про них уже рассказали вообще все, кому не лень. Так что я в этом ролике игнорирую Хюге и просто даю вам дополнительные какие-то факторы, которые добавят антуража вашему просто-напросто новогоднему уюту. Самая главная новогодняя книга всех времен и народов. На самом деле это так, мне так кажется, по крайней мере, и я хочу верить, что и многие из вас так считают, рождественская песнь Чарльза Диккенса. Вообще все его рождественские повести отличаются особым новогодним настроением, которое, как-то не знаю, ну действительно делает людей добрее. Мне может быть кажется, но все-таки Новый год это тот период времени, когда все люди как-то объединяются, что ли, становятся друг другу более вежливыми, учтивыми, правильными даже в какой-то степени. Так вот, а рождественская песня в прозе это одна из самых моих любимейших новогодних книг. Мне кажется, сюжет рождественской песни, сюжет пришествия ангела Нового года к такому Скупердяю, Скруджу, очень часто используется в популярных каких-то фильмах в том числе. И конкретно это издание с иллюстрациями Патрика Джеймса Линча, иллюстрации невероятные, этот человек, если что, за всю свою жизнь, он еще жив, к счастью, проиллюстрировал всего 11 книг, он прям тяготеет к какой-то рождественской тематике. Сам он по происхождению ирландец, что не может не отвечать всему этому английскому духу, он как будто на каком-то генетическом уровне чувствует, как должны выглядеть иллюстрации этих английских классических произведений. Поэтому не могу вам не посоветовать конкретно это издание, оно прекрасно. Я готова рассматривать все эти иллюстрации и перечитывать рождественскую песнь по несколько раз за вечер, потому что именно эта книга, мне кажется, максимально подходящая для того, чтобы пересмотреть свое отношение к близким, пересмотреть свое отношение на собственную жизнь в том числе. И как-то так получается, что мы редко задумываемся о происходящем где-нибудь в середине года. Именно Новый год для нас является такой точкой обнуления всего происходящего, обнуления своего внутреннего мира, и рождественская песня спустя года, десятилетия, века все равно отвечает этому желанию человека обновиться и пересмотреть все свои внутренние устои. Так что обязательно, просто обязательно. И еще одна книга, которая мне кажется очень новогодней, хотя она в принципе никаким образом не затискана, особенно в этой тематике книги, изменившие историю. Да, большое подарочное издание, но знаете, самое важное в этой книге, помимо каких-то фактов, помимо антологии, помимо истории литературы и истории книжного производства, которую можно найти на страницах этой большой книги, на самом деле большой, но прям существенно. Так вот, в этой книге потрясающие иллюстрации, то есть сам факт, когда вы просто листаете эту книгу, когда вы видите какие-то гравюры, когда вы видите фотографии, очень качественные фотографии старых изданий, это не может вас как-то не взбодрить, быть может, не обратить внимание на то, какое книга производства стала сейчас, и с каким-то тоже, наверное, теплом относиться к истории, а истории это то, что мы очень с вами любим под Новый год, нельзя, наверное, игнорировать это, и к тому же, да, эта книга касается всего книжного мира, вообще абсолютно, до наших дней. Тут вы встретите и маленького принца, и самые старые, самые древние книги, в том числе «Берестяные грамоты» и «Искусство войны», которое было записано на свитках, очень много детализации, потрясающая книга, которую можно рассматривать, опять-таки, за чашечкой чая, может быть, даже сидя, может быть, даже сидя в свете свечей под таким, ну, совершенно новогодним настроением, так что тоже рекомендую вам обратить свое внимание на эту книгу именно под Новый год, чтобы просто добавить себе уюта и внутреннего уюта в том числе. Мы с вами, книжники, почему-то очень ценим такое состояние, и мне кажется, что неспроста книги являются одной из важнейших деталей того самого Хюге. Это слово тоже очень плотно вошло в наш обиход, если вы вдруг не знаете, что это такое, то это странно, мне кажется, все сейчас уже это знают, так что, да, создаем книжное настроение с помощью книг о книгах. На этом у меня на самом деле все. Обязательно напишите мне в комментариях, какую книгу вы собираетесь читать в этот Новый год, какая книга постоянно создает для вас вот это новогоднее прекрасное настроение. И я не буду просить вас подписываться на канал, лучше смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, и будем с вами дальше читать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok